Здравствуйте! В этом видео рассмотрим альтернативную песочницу Sandboxy. Она работает в любой версии Windows и практически на любом железе. В этом ее преимущество перед песочницей Windows 10. Рассмотрим самые простые способы работы, которые помогут понять, как работает песочница Sandboxy. Прежде чем начать, хочу особо поблагодарить спонсоров моего канала Владимира из Alutusa, Андрея Николаевича из Волгограда, а также других спонсоров. Поддержка спонсоров позволяет меньше отвлекаться и полностью сосредоточиться на создании новых полезных уроков. Спасибо вам! А теперь приступаем! У меня есть видео о настройке стандартной песочницы Windows 10. Это хорошая песочница. Она эффектно смотрится почти как небольшая виртуальная машинка. Однако у нее есть главный, на мой взгляд, недостаток. Ее можно активировать только на компьютерах с поддержкой аппаратной виртуализации. Другими словами, если у вас старое слабое железо, очень вероятно, что ваш процессор не поддерживает работу песочницы. Песочница Sandboxy работает практически на любом компьютере. Windows 10, Windows 7, Windows 8.1. Любой разрядности. У этой песочницы нет особых требований к железу. Давайте познакомимся с некоторыми приемами работы с программой. Для этого сначала нужно ее скачать. Я не буду останавливаться на истории Sandboxy. В данный момент программа стала свободной с открытым кодом. Официальный сайт работает невнятно, но программу можно скачать на GitHub. Я рассмотрю работу песочницы на примере Windows 10. Быстро проверим разрядность. Правый клик по кнопке Пуск. Выбираю Система. Здесь видно, что на этом ноутбуке 64-разрядная версия операционной системы. Вы запоминайте свою разрядность. В описании видео я оставил линк. Под цифрой 1 нажимаю. Это страница проекта Sandboxy Plus на GitHub. Это последняя ветвь данной программы. Здесь видно, что последняя версия программы вышла 13 дней назад. Опускаемся ниже. Здесь есть ссылки на несколько .exe файлов. Вот это последняя версия для 64-разрядной Windows. Если вдруг у вас 32-разрядная система, качайте этот файл. Нажимаю. Браузер пишет, что файл небезопасный. И он заблокировал его. Если вы опасаетесь, то не качайте эту программу. Я скачаю. Дальше посмотрим, правда ли он вредоносный. Нажимаю на три точки. И выбираю Оставить. В дополнительном окне нажимаю все равно Сохранить. Файл скачался. Давайте сразу проверим его защитником. Правый клик по файлу. Выбираю значок защитника. В контекстном меню. Угроз нет. Запускаю установку. Здесь подтверждаю. Сверну все окна, чтобы не мешали. В окне выбора языка выбираю русский. Здесь принимаю условия лицензии. Путь оставляю по умолчанию. Нажимаю Установить. Здесь нажимаю Далее. Нам пишут, что сейчас будет установлен системный драйвер. Снова нажимаю Далее. Установка завершена. Готово. После установки программа сэндбокси открыла окно управления. Она сообщает, что нажимая на кнопку ОК, я даю согласие на то, чтобы вступили в силу настройки, улучшающие совместимость программ, перечисленных в окне. Нажимаю ОК. Кроме окна управления сэндбокси, мы видим, что появился ярлык программы на рабочем столе под названием Браузер в песочнице. Также появился значок в системном трее. Его не видно, сейчас его перетащу. Если приглядеться к значку, видно, что это просто четырехугольник неправильной формы с желтым фоном. Программа сразу создала первую песочницу и называла ее песочницей Default Box. Мы видим ее в окне управления песочницами. В этом окне будут отображаться все процессы, которые работают внутри песочницы. При желании ее можно переименовать. Я этого делать не буду. Я могу создать другие песочницы с нужными мне настройками. Наверное, вы знаете, но я все же кратко поясню, что представляет из себя песочница. Песочницей Windows принято называть изолированную среду, внутри которой мы можем запускать программы, файлы, процессы. То, что происходит внутри этой изолированной среды, не влияет на основную операционную систему, в которой я сейчас работаю. Предположим, я хочу установить какую-то программу и не уверен, нужна ли она мне, безопасна ли она, есть ли в ней то, что нужно мне. Я могу скачать установочный файл этой программы внутри песочницы и запустить установку. В процессе установки я могу проконтролировать, нет ли каких-то дополнений, которые часто идут в качестве рекламы прицепом. Особенно это касается бесплатных программ. Программа установится не в мою систему, а в ту самую изолированную среду, о которой я сказал, в песочницу. После установки я смогу запустить программу и поработать в ней. Это также будет происходить внутри песочницы. Программа не появится в списке установленных программ. В основной системе не будет делать записи в реестр Windows. После этого эксперимента я могу быстро очистить песочницу и удалить ее. При этом основная система не будет затронута моим экспериментом. Вернемся к нашей песочнице. Давайте используем ярлык, который создала программа. Как вы понимаете, он запускает браузер в песочнице. Я сверну окно управления. Если у вас сейчас открыты вкладки в браузере, то рекомендую выйти из него. Запускаю ярлык Браузер в песочнице. Открылся браузер. Ничего особенного. Браузер как браузер. Однако, если навести курсор на заголовок окна, то появляется желтая рамка. Это говорит о том, что браузер открыт в песочнице. Если развернуть во весь экран, то желтая рамка все равно присутствует. Она появляется только при наведении на заголовок окна. Кроме этого изменения мы видим, что значок сэндбокси в трее стал пятнистым. Раз это у нас песочница, значит это наверное куличи. Или скорее оставленные ведерки в песочнице. Эти пятна говорят о том, что в песочнице что-то запущено. Сэндбокси открыла обычный браузер в своей изолированной среде. Это позволит заходить на любые страницы в интернете, которые не кажутся вам безопасными. Но посетить их вам хочется. Нажимая на подозрительные ссылки, вы не будете подвергать свою основную систему опасности заражения. Все, что происходит в браузере, запущенном в песочнице, изолировано от вашей Windows. Если учесть, что большинство вирусов попадают в компьютер из интернета, то такое использование браузера очень серьезно повысит вашу безопасность. Вы смотрите в окно браузера, как через волшебное стекло изолированной камеры, которая защищает вас от угроз. При малейшем подозрении, вы можете очистить песочницу и полностью удалить ее с компьютера вместе с содержимым. В вашей системе не останется следов вашего серфинга в интернете. После этого вы можете создать новую песочницу. Если восстановить окно управления сэндбокси, то видно, что здесь появились браузер Edge и несколько процессов. Закрою пока браузер. Значок и окно вернулись в первоначальное состояние. Давайте создадим новую песочницу и немного изменим ее настройки. Для этого в меню управления нажимаю песочница. Выбираю создать новую песочницу. В этом окне нужно ввести название латинскими буквами и цифрами. Назову ее вот так. Нижнюю настройку не трогаю, нажимаю ОК. Песочница появилась в окне управления. Чтобы изменить ее настройки, делаю по ней правый клик. И выбираю настройки песочницы. На вкладке Поведение можно изменить индикацию песочницы. Ту самую рамку вокруг окна. Я изменю цвет, выберу, например, красный. Для этого кликаю сюда. Ну и выбираю вот, к примеру, красный. Ниже сниму вот эту галочку. Теперь рамка будет отображаться всегда, а не только если навести курсор на заголовок. На первое время так будет нагляднее. Нажимаю ОК. В этом информационном окне тоже нажимаю ОК. В первой песочнице тоже сниму галочку, а цвет пускай остается желтым. Теперь у меня две песочницы с разными настройками. Запустить браузер можно в любой песочнице. И не только с помощью ярлыка. Для этого делаю правый клик по нужной песочнице. Навожу курсор на Запустить в песочнице. И выбираю Запустить в браузер. Браузер открылся в моей новой песочнице. Теперь у него постоянная красная рамка. А во второй песочнице открою, например, Проводник. Это можно сделать также через системный трей. Правый клик по значку. Навожу на дефолтную песочницу. Появилось меню с командами. Кроме браузера можно запустить почтовый клиент, любую программу, меню Пуск и Windows Explorer. В Windows Explorer это и есть Проводник. Выбираю этот пункт. Появилось еще одно информационное окно. Их будет слишком много, поэтому я поставлю здесь пометку. И нажимаю ОК. Запустился Проводник. Мы видим желтую рамку. Все как настроено. Кроме того, если посмотреть в заголовок окна, видно, что этот компьютер заключен в хэштеге. Эти хэштеги, так же как и рамка, говорят о том, что Проводник работает в изолированной среде моей песочницы. Сверну окно управления. Красная рамка пропала. Это потому, что сейчас активно окно Проводника. И если кликнуть внутри этого окна, то окно стало активным и рамка появилась. Закрыть все программы в песочницах можно так. Правый клик по значку в трее. Навожу на песочницу. И выбираю Завершить программы. Здесь нас предупреждают, что могут быть несохраненные данные. Так как это песочница, нажимаю Да. То же самое делаю со второй песочницей. Хватит ходить вокруг да около. Давайте уже установим что-нибудь. Пусть это будет очень неоднозначная программа. Кому-то нравится, а кто-то ненавидит ее. Например, Ccleaner. Открываю браузер в песочнице. Это можно сделать еще и вот так. Правый клик по ярлыку браузера. В контекстном меню выбираю значок в сэндбоксе. Появилось меню, где можно выбрать ту или иную песочницу. Я выберу новую, которую создал сам. Нажимаю ОК. Браузер открылся в песочнице. Здесь нам написали, что Эдж неожиданно завершил работу. Давайте восстановим вкладки. Просто напечатаю в Google Ccleaner. Вот эту рекламную ссылку пропустим. Хотя это тоже официальный сайт. Но я нажму вот на эту ссылку. Здесь в меню навожу на Скачать. И выбираю Скачать Ccleaner. Выбираю бесплатную версию. Установщик скачался. Окно, которое появилось, предлагает восстановить файлы. Что такое восстановление? Это сохранение скачиваемого файла в основной системе. Если нажать на кнопку Восстановить, то файл будет сохранен в стандартную папку загрузки. Это видно вот здесь. Мы с вами работаем в песочнице и нам совсем не нужен этот файл в основной системе. Чтобы это окно не мельтешило, ставлю галочку здесь. И нажимаю Закрыть. Давайте сразу установим программу, а потом посмотрим некоторые особенности. Можно запустить установку прямо из браузера. Кликаю вот сюда. Здесь подтверждаю. Все окна, которые отображают процесс установки в рамочках. Весь процесс протекает в песочнице. Выбираю язык установщика. Нажимаю Установить. Я сверну браузер, чтобы он не мешал. Вот и первое дополнение. Нам предлагают установить Аваст. Запоминаю на случай, если захочу ставить Ccleaner в систему. И нажимаю Отклонить. Эту галочку сниму. И нажимаю Запустить Ccleaner. Давайте я закрою браузер совсем, чтобы он не мешал. Ccleaner установлен и запущен. Здесь мы видим хэштеги. Ну и рамка вокруг окна программы. Давайте посмотрим стандартные папки. Открываю Проводник. На этот раз не в песочнице. У меня открылась папка Загрузки. В папке Загрузки никакого Ccleaner нет. Посмотрим Приложение в параметрах. Пуск. Параметры. Приложение. Здесь проще будет поискать. Такого приложения нет. Открываю Панель управления. Для этого нажимаю Пуск. Печатаю Панель. Выбираю. Здесь при настройках по категориям. Выбираю Удаление программы. Здесь тоже нет Ccleaner. Закрываю. Где же программа Ccleaner? Давайте посмотрим. Опять открываю Проводник. Диск С. Программа Sandboxy создала в корне системного диска папку. Открываю. Здесь папка с названием моего пользователя. У вас будет свое название. Открываю. Внутри нее две папки с названиями моих песочниц. Я запускал установку Ccleaner. В этой песочнице. Открываю. Здесь папка User. И папка Drive. Открою User. Здесь есть папка Current. Это текущий пользователь. Открываю. Внутри папка Downloads. В которой лежит файл установщика Ccleaner, который мы скачали. Возвращаюсь на шаг назад. Это папка AppData. Которую создают программы в папке пользователя. Эту папку создал Ccleaner при установке. Снова вернусь в папку Песочницы. Для этого кликаю вот сюда. Если открыть папку Drive. Внутри мы видим папку C. Это виртуальный диск C. Открываю. Здесь есть папка Program Files. Открываю ее. Ccleaner установился в эту виртуальную папку. Разбирать работу Ccleaner не будем. Я подробно делал это вот в этом видео. Если интересно, посмотрите. Покажу только маленький пример. Выбираю в меню Инструменты. Ccleaner построил список всех программ, которые установлены в основной системе. Что будет, если удалить какую-то из них? Удалю для примера архиватора 7-Zip. Выбираю и нажимаю Деинсталляция. Здесь нажимаю Uninstall. Программа деинсталирована. Нажимаю Close. Снова выбираю и нажимаю Удалить. При этом удаляется запись из реестра. Программа удалена. Давайте посмотрим, что в основной системе. Захожу в приложение. 7-Zip на месте. Может быть он не работает. Открываю папку Загрузки. Это уже основная система. Никаких песочниц. Открываю Загрузки. Правый клик по любому файлу. 7-Zip. Сначала Zip архив создам. То же самое с архивом 7-Zip. То есть программа установлена и прекрасно работает. Таким образом получается, что мы удалили программу 7-Zip только в песочнице. В песочнице мы имеем виртуальную копию той части основной системы, к которой обращается песочница. Мы можем делать с этой копией разные действия. Творить форменный беспредел. Основная система при этом не будет затронута. После того, как вы протестировали программу, можно удалить ее следы из песочницы. Для этого можно сделать правый клик по значку. Навести на песочницу. И выбрать Завершить программы. После чего можно удалить содержимое этой песочницы. Нажимаю Удалить песочницу. После этого можно удалить ее из меню. Я хотел проверить установочный файл песочницы на VirusTotal. Я уже зашел на его сайт. Нажимаю Choose File. Загрузки. Выбираю файл. Нажимаю Открыть. Здесь мы видим вот такой результат. Вирусные базы одной компании под названием Cyber Reason детектировали в файле некую опасность. Остальные 66 баз компаний определяют установочный файл песочницы как чистый. Использовать или не использовать эту программу на своем компьютере решать вам. Сэндбокси не такая эффектная по виду как штатная песочница десятки. Однако то что она работает на любой Уинде и практически на любом компьютере или ноутбуке дает ей преимущество. Мы подробно рассмотрели только самые простые приемы работы сэндбокси. Она может много чего еще. Если хотите продолжения поддержите это видео своими замечательными лайками и комментами. Ваши лайки мотивируют меня записывать видео на ту или иную тему. Очень благодарен тем зрителям которые регулярно ставят лайки и делятся видео с друзьями. Отдельная благодарность тем кто поддерживает мой канал и подписан на дополнительный канал. Спасибо вам. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.